Володя, скажи мне, вот такая тема интересная, я думаю, будет зрителям канала, как ты считаешь, по поводу женщин в Новой Зеландии, по поводу девушек в Новой Зеландии, вообще, как обстоят дела, потому что многие интересуются. Дела обстоят весьма плачевно, зависит на самом деле от уровня коммуникации, от социальных навыков и межличностного общения, харизмы, шарма какого-то, да, все зависит от этого, как и везде. Но если брать по среднему по больнице, то тогда, конечно, ситуация достаточно печальная, потому что то, к чему привыкли мы, люди из постсоветского пространства и с таким патриархальным укладом и гендерными ролями, мы, конечно, не привыкли к тому, что женщины себя ведут как мужики, а мужики ведут себя как женщины. То есть это для нас это неприемлемо, это бросается в глаза, и это очень сильно откладывает отпечаток на вот это впечатление. Слушай, ну это же прям равноправие, да, то есть то, с чего девчонки добиваются, как бы, в России, получается? Да, ну то есть это равноправие, оно распространяется на все, то есть во внешнем виде даже есть это равноправие, то есть это до абсурда, возведенное в такую степень, что это становится просто уже гротескно, вопиющим и очень симпатичным. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что отсутствует абсолютное чувство стиля одежды у женщины, отсутствует абсолютное какое-то поведение себя, преподавание себя как женщины, в том числе и походка, какой-то вот такой вот шарм женский, он напрочь атрофирован, атрофирован вот этим столетним феминизмом, который диктовал, что это все не нужно. И мы, конечно, к этому не привыкли, для нас это дико, для нас это просто неприемлемо, и поэтому мы просто не можем это воспринять вот сходу вот так, да? Конечно, красивые девчонки здесь или... Я считаю, что лица у новозеландских девушек могут быть очень красивыми, они могут быть очень выразительными, мимически очень активными, очень милыми, но абсолютно отсутствует составляющая всего остального. Ты имеешь в виду фигуры или что? Я имею в виду фигуры, я имею в виду походку, я имею в виду одежду, я имею в виду манеру разговора и общения, я имею в виду вообще гендерное распределение и вообще поведение в целом. То есть... Ну тогда извиняюсь, я немножко перебью, может быть. То есть получается, что русские там ребята или там русскоязычные ребята, которые приезжают сюда, то есть что им светит? По моему опыту, что им светит? Им светит либо очень неравный брак с русской девушкой, когда она находится в очень сильной позиции и диктует свои условия, и абсолютно находится в такой доминирующей позиции с угнетением мужского своего партнера до такой степени, что это становится просто печально смотреть. Второй вариант, когда русский парень находит себе китаянку, потому что азиатская культура – это тоже патриархальная культура, что нам близко, поэтому они находят себя в союзе вот с такими покладистыми азиатками, которые выполняют те же самые гендерные роли, как и то, к чему мы привыкли, как и русские девочки. Поэтому, что тоже, в принципе, имеет свои подводные камни в виде вот этого наплыва китайских родственников, которые оказываются у тебя на шее. У меня есть приятели с такими примерами, это на самом деле тоже не то место, где вы хотите оказаться, поверьте мне. И третий вариант – это когда ты остаешься один вот в этом состоянии одинокого волка, который постоянно находится в поиске, в постоянном таком неудовлетворении, ни сексуальном, ни в каком-то таком духовном. И это состояние тоже нехорошее. То есть из всех трех вариантов на самом деле непонятно, что лучше. А такой вариант, например, взять девочку с собой какую-то? Есть такая возможность. Из России там, например. Есть такая возможность, но я даже не упомянул этот вариант. Почему? Потому что все мои знакомые, которые я имел честь быть знакомыми, которые привезли сюда своих половинок. И жен в том числе? Что, прости? И жен в том числе? И жен в том числе. И жен, я бы сказал, тем более. Тем более? Тем более. Что с ним произошло? Что случалось в девяти из десяти случаев? Что происходило? Происходил финансовый кризис, происходил стресс, который давал трещину в том, что и так было тонко, а где тонко, там рвется, в итоге рвется. Девушка понимает, что асексуальный рынок-то здесь совсем другой, и цена моих фишек здесь уже совсем другая. Фишек не понравилась. Как только она понимает, что это реальность, это ее новая реальность, в которой она еще не адаптировалась, она начинает к ней адаптироваться. И в этот момент мужчина понимает, что, блин, а я же ее теряю, надо как-то ее завоевывать обратно. И это тот процесс, который на самом деле заканчивается плачевно для мужчины, опять же, который заканчивается в одном из трех тех случаев, которые я описал выше. То есть что получается? Я просто пытаюсь понять. Вот люди, которые сейчас находятся там в СНГ, брать свою не вариант, приезжать сюда без тоже не вариант. Одинокий волк, что за ерунда? Неужели так все плохо? Выход, я считаю, что выход, это на самом деле развивать свои социальные навыки и коммуникационные до такой степени, что ты смог бы уже на самом деле расширять свою зону поиска до такой степени, что из вот этого разнообразия того, чего ты не хочешь, ты мог бы найти того, что на самом деле могло бы и быть стоящим. То есть ты считаешь, что это возможно, да? Я считаю, что все возможно, просто это в гораздо меньших объемах, чем мы привыкли у нас на пространстве СНГ, но это, опять же, возможно. То есть нет ничего невозможного, поэтому не стоит отчаивать до такой степени, но факт заключается в том, что необходимо повышать свои навыки английского до такого степени, чтобы тебе было самому комфортно общаться с представительницей любой культуры, которая разговаривает на английском языке. И второе, это просто межличностные навыки общения, которые просто позволяют тебе обладать той харизмой, которая бы влюбляла в себя любую. И вот из них ты бы выбирал уже тех, кто тебе нравится. И при этом оставаться независимым и не попадать в слабую позицию, которая к хорошему не приводит.